Всем привет, дорогие друзья, с вами Павлов Ревью. Сегодня у нас в обзоре визуальный шедевр Дэнни Вильнёва, Дюна. Разберём, почему этот фильм стал важным событием этого года. Поехали! Час настал. Дюна. Сразу скажу, что фильм получился очень крутым не только визуально, но и по сюжету, философии и актёрской игре. Только всё это вместе создаёт тот самый сильный эффект от просмотра фильма. И я был в полном восторге. Фильм Дюна – это уже третья экранизация фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта, впервые опубликованного в 1963-м по 65-е годы. И пока это самая лучшая экранизация. По крайней мере, я посмотрел фильм Дюна Дэвида Линча 1984-го года, и лучше бы я этого не делал. Извинения недостаточно. Фрэнк Герберт создал одну из самых масштабных фантастических эпопей, которая охватывает период в 5000 лет и состоит из шести книг. Книги Дюна, Мессии Дюны, Дети Дюны, Бог Императора Дюны, Еретики Дюны и Капитул Дюны. Герберт не успел написать еще один завершающий роман. Его сын Брайан Герберт в соотношении с известным фантастом Кевином Андерсон написали два романа-продолжение по сохранившимся черновикам – Охотники Дюны и Песчаные Черви Дюны. Роман оказал большое влияние на массовую культуру, став источником вдохновения для многих фантастических произведений, в частности серии фильмов «Звездные войны». А также с 2009 года вымышленные географические названия и имена персонажей романа используются астрономами для именования объектов на поверхности Титана – спутника Сатурна. Хронометраж фильма Дэнни Вильнев захватывает, по сути, половину первой книги Дюна. И решение режиссера разделить книгу на два фильма – правильное, потому что это довольно сложная вселенная со множеством персонажей новых терминов, которым надо приучать зрителей постепенно. Я думаю, фильм Дэнни Вильнева положил начало новой большой франшизе, которая будет популярна не менее чем «Игра престолов», «Лосеян колец», «Хоббит», «Пиратогринского моря», «Гарри Поттер» и другие. 20-е, а то и 30-е годы 21-го века – это годы Дюны. Если режиссер экранизировал только половину первой книги, а их всего 8, то в будущем нас ждет очень много годных фильмов. Я прослушал аудиокнигу Дюна почти до того момента, когда закончился фильм Дэнни Вильнева, и должен признаться, я вряд ли понял бы до конца, что там происходит. А фильм дал четкую визуальную картинку произведения, раскрыл логику происходящих событий. Думаю, картина не уступает, а порой даже превосходит первоисточник. Сюжет книги передан в фильме Вильнева очень добросовестно, сохранены все важные сцены, и нашлось место почти всем ключевым персонажам. История начинается с того, что управление планетой Арракеса по воле императора Шаддама IV переходит от монополии Дома Харконенов к их давним врагам – Дому Атрейдис. Тут почти как в Игре Престолов, а только в космосе – враждующие дома, герцоги и предводители своих планет. Герцог Леда Атрейдис принимает планету, измученную тиранией Харконенов с нищим населением, главная ценность для которого – вода. Прообразом Арракеса, думаю, послужил Марс, который мог бы быть обитаем, будь на нем была бы вода. Именно вода способна вдохнуть жизнь на столь суровой планете. В романе Фрэнк уделяет ей много строк, например, когда Фримены встречают Полу и Джессику. Фримены удивляются, как у них много воды, а Полу и Джессика воду ценят на бытовом уровне, так как на их планете ее вдоволь. Жители Арракеса называют Фрименами, что в переводе – свободные люди. Род Атрейдисов – род добродетелей. Герцог Леда хочет превратить планету в рай. И это вполне достижимо, если продолжить заброшенные разработки по добыче воды. Но планета Арракес – как золотая жила для всех домов. Здесь есть так называемая пряность или специи. Специи необходимы для межзвездной навигации. Пряность занимает центральное место в оселенной Дюна. Она может употребляться в пищу, имеет аромат корицы, но не точно. Пряность добывают с помощью специальных устройств, таких больших комбайнов. Это очень опасное занятие. Песчаные черви реагируют на вибрацию почвы и проявляют агрессию по отношению к ее источнику. Гигантские песчаные черви – бич пустыни. Они засасывают в себя людей и механизмы. Поэтому всегда рядом с комбайном, сборщиком, находится большой носитель, называемый грузолетом. Его задача – транспортировка комбайна и его спасение в случае опасности. Герцог Лето во время облета планеты видит, как песчаная червь нападает на комбайн. Обракованный грузолет, подсунутый харкониными, не может его поднять. Людей ждала неименуемая гибель, но Лето бросается к ним на помощь и спасает, несмотря на остроту ситуации. Для него человеческая жизнь имеет значение. Важную роль во вселенной Дюна играют ментаты. Это психически и физически подготовленные люди, которым специи позволяют использовать мозг более чем на 50%. Их логические способности необычно развиты с помощью специального обучения. А вместо суперкомпьютеров на космических кораблях используют гель-навигаторов. Это мутанты, которые находятся в атмосфере из пряностей. Они используют мозг на 90% и служат для межпространственных перемещений между планетами. Даним Вильнёв решил нас сильно не грузить этой информацией. В фильме есть ментаты, но вот гель-навигаторов пока что нет. В основном ментатов используют в качестве советников императоры и лидеры домов. Из-за их способности произведить в уме быстрый и эффективный анализ любого объема информации. И на основании его формулировать краткий и эффективный совет. Итак, основной конфликт разгорается между Атрейдисами и Харконинами. Харконины не смирились с потерей Аракиса. И Ковар нападает на Атрейдисов. Причем Империя тайно их в этом поддерживает. Но Полу и его матери дается сбежать. Они улетают в пустыню, населенную вольным народом, Фрименами, который принимает Пола за долгожданную мессию. Тот вступает в ряды аборигенов берет имя Пол Муадиб. Сюжет первой книги это обретение сыном герцога Пола Атрейдисом в пути избранного. Он видит пороческие сны. И в этих снах часто видит Фримен Кучани. Мать Пола, леди Джессика, наложница герцога, ученица могущественной Гай Хелен Махиам, преподобной матери Ордена Бенегесарит. Джессика родилась в рамках селекционной программы Ордена Бенегесарит. С самого начала Джессику готовили к тому, чтобы она стала наложницей лета Атрейдиса и рожала от герцога только дочерей. Но она ослушалась и родила сына Пола. Гай Хелен Махиам была старшим проктором в школе Бенегесарит и наставницей Джессики. Когда та родила лето сына, а не дочь, Гай Хелен Махиам была рассержена, но вскоре убедилась, что Пол достаточно умен и даже способен предвидеть будущее. Ты часто видишь сны, которые потом в точности сбываются наяву? Да. Его судьба стать Квейсадз Хадарах. Мужчина, способный заглядывать в генетическую память предков как и по женской, так и по мужской линии. Что было целью селекционной программы Ордена Бенегесарит. Учение Бенегесарит заключается в контроле эмоций и умении повелевать другими с помощью своего голоса. Много испытаний будет на пути избранного. Одно из них очень эффектно показано в фильме и в книге. Испытание Годжо Баром. Когда Гай Хелен Махиам испытывала Пола с помощью коробки с болью. Это испытание простое. Вынешь руку из коробки. Умрешь. Что в коробке? Боль. Это ключевое испытание. Суть его в том, что нужно контролировать свои эмоции и не терять самообладание от боли. Как это происходит с животными. Иначе можно погибнуть в самом начале. Я не должен бояться. Страх убивает разум. Кое-что о злодеях. Владимир Харконин. Правящий барон дома Харконин. Хитрый и расчетливый вождь. Источником власти которого являются интриги, репрессии, рабство и страх. Описывается как невероятно толстый человек. Не способный удержаться на ногах под собственным весом. Без помощи небольших антигравитационных устройств. В новом фильме он показан очень классно. Если в фильме Дюна 1984 года он походил на большой колобок, то в новом фильме это летающий и очень высокий злодей. Он настолько огромен, что когда камера показывает его во весь рост, прям ужас наводит. Дюна моя. Убейте их всех. Аналогия была с огромной Джаббахатом. И возможно автор Звездных Войн взял аналог именно Барона. Да вообще Звездные Войны много чего переняли у Дюны. Глосу зверя Робан Харконин. Граф Регин, полномочный наместник Харконинов на Аракисе. Старший брат Фейда Рауте. Несчетно терроризировал планету и выжимал из нее все соки по приказу своего дяди Барона. Чем настроил против себя все население Аракиса. В фильме Линча он прям психованный, больной на всю голову, как и Барон. Не выказывать ни малейшего признака жалости или сострадания. Не останавливаясь, иди, иди, никакого сострадания. Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел. В новом фильме он показан не психом, но очень жестоким. Дальше Питер Деврия прижит ментатам. Долгое время он был подручником Харконинов. Так Питер помог Владимиру захватить Лето Атрейдиса, а также создал остаточный яд, который невозможно распознать обычными способами. И доктор Веллингтон Юэ. Доктор школы СУК на службе дома Атрейдис, врач и преподаватели. Харконины принудили Веллингтона служить двойным агентом, удерживая в заложниках его жену Ванну. Поэтому доктор Юэ это нечистый злодей. Его принудили злодеи стать предателем. Предав герцога, он вложил тому в рот капсулу с ядовитым газом, для того, чтобы тот мог разделаться с обороном Владимиром Харконином. В новом фильме это очень эффектная сцена. Рвануло так, как мини-ядерная бомба. Только с ядовитым газом. А также доктор Юэ обеспечил спасение Джессики и Пола от Харконинов. И сохранил герцогскую печать, символ легитимности власти Атрейдису. Еще из ярких персонажей можно отметить Гурний Халик, начальник вооруженных сил дома Атрейдис. В прошлом Гурний попал в рабство, в котором его семья погибла от рук Харконинов. После побега он поступил на службу к Атрейдисам и сблизился с Полом. Гурний стал другом юного наследника и обучал его воинскому искусству. Дункан Айдахо, оружейный мастер дома Атрейдис, который также обучал Пола. В книге его описывают как образцового бойца и красивого мужчину, который пользуется популярностью у женщин. Как и Гурний Халик, Айдахо потерял семью, которая была арестована и убита. Суфир Хават, старый ментат и мастер-убийца, служивший дома Атрейдис на протяжении трех поколений и сохранивший им верность даже после смерти Лета и вынужденной службы у Харконинов. Начальник службы безопасности герцога, один из учителей Пола, Хават был одним из самых известных способных ментатов. Его опасался даже Шадам IV. В новом фильме ему уделили не так много кранового времени. И еще Стилгар, вождь Фрименов, Наиб Сьетчетабр и друг приближенный Муадиба, многому ему научивший. Мудрый и грамотный вождь, руководствующийся в своих действиях больше здравым смыслом, чем тупым следованием традициям и законам. Все основные персонажи показаны такими, как и в книге. Но все же есть один персонаж, которого сильно изменили. Это Фримен Лиэт Кинес, имперский планетолог Аракиса, ставший тайным предводителем Фрименов. Поначалу относился к Трейдисам с хорошей скрываемой враждебностью, но узнав их поближе, переменил свое к ним отношение и стал их союзником. Спас Джессику и Пола от Сурдаукаров, солдат Империи, и за это был наказан Харконинами. Те, не желая открыто убивать слугу Императора, инсценировали катастрофу Топтера и бросили Лиэты умирать под палящим солнцем без Десятикомба. И это было в книге. В фильме она погибает от червя, умерев захват из собой несколько Сурдаукаров. Вы не ослышались, она. В фильме его сделали женщины, чернокожие женщины. Тут явно режиссер пошел навстречу новым правилам Оскара, чтобы потом на Оскаре, а я уверен, что этот фильм будет на Оскаре, не было никакого нытья, что нету сильных чернокожих персонажей. Это далеко не все персонажи, их гораздо больше. Например, племянник барона Владимира Фейта Раута, Харконин, о котором вскользь упоминают и вроде как даже не показывают в фильме. Ну и мы не увидели Императора, только его ужасающее войско. Думаю, в следующих фильмах будут вводить новые персонажи из книги. Вильнев, будучи ярым фанатом оригинала, подошел к исходному материалу со всем трепетом. Да, в некоторых местах ему пришлось урезать какие-то особенности лора, где-то не показывая или же не описывая бытовые и культурные особенности народов так подробно, как это было в романе. Например, те же беседы за столом были урезаны. И не всем, конечно, в фильме уделено должное время, например, Суфиру Хавату. Но в целом, я считаю, что режиссер справился с задачей экранизации Дюны. Техническая часть картины выполнена на все 100. Первая – это оперативная работа, о которой можно говорить только в восторженных тонах. Снято все качественно, со вкусом и даже с каким-то шиком. Особенно любовь к деталям, чтобы мы полностью погрузились в атмосферу и оценили масштаб событий. Интересные локации, космические перелеты, добыча специй и побега червя этого хозяина пустыни Аракиса, который с легкостью проглатывает большую машину по добыче пряности. Все показано великолепно. Также понравились костюмы. Они стильные, тщательно выдержаны под свои миры. Десятикомпас хорошо смотрится на фоне пустыни. Все идеально вливается в фантастику. Каждый кадр – это наслаждение для глаз, отличный дизайн вселенной, иллюстрирующий мир будущего без его классических атрибутов, роботов и небоскребов. Напротив, здесь творение человеческих рук гармонично смотрится на фоне бесконечных природных пейзажей. А дворцы и вовсе напоминают храмы древнюю Египта. Здесь чувствуется особая атмосфера палящей пустыни. Дикий мир, который готов тебя сожрать огромным песчаным червем. Что еще нравится, как реализованы защитные щиты? Если в фильме Линча это какая-то фигня, то в фильме Вильнева это, как во мне, и должно быть современная и не портящая атмосфера фантастического будущего. И к этому похвалю хорошо поставленные драки. Потом плюс – это актеры. первоклассный актерский состав. Тимоти Шаламе, сыгравший Пола Трейдеса, уже может считаться суперзвездой. Как он сумел показать состояние своего героя и юношескую неуверенность и нежелание быть пешкой в политических играх и осознание своего долга, своей избранности. Тут он идеально соответствует своему персонажу в книге. Кстати, в фильме Линчи это даже не мальчик, а взрослый мужик. Дальше актеров просто перечислю, так как они идеально попали под своих персонажей. Особенно Стэланд Скарсгард, который сыграл Ворона. И Джейсон Мамо, на удивление, хорошо здесь играет и очень гармонично смотрится в мире Дюны. Ребекка Фергюсон, Леди Джейсика, Оскар Айзек, Лето Атрейдис, Джон Броулин, Гурни Халек, а также Зендея, Чани, Хавьер Бардем, Стилгар, Дэйв Батиста, Рабан, Стивен Хендерсон, Суфир Хават. В итоге это лучшая экранизация фантастического романа Дюна и думаю начало новой киновселенной. Дюна Дани Вильнёва достойна стать культовым фильмом и я ставлю все 10 из 10. Очень советую посмотреть фильм, а также прочитать или прослушать книгу. И спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте комментировать. С вами был Палов Ревью, пока, увидимся, пока! Субтитры создавал DimaTorzok